Обычно возбуждение проходит от аксонального холмика к терминалям аксона. Мы отметили две точки, точка А и Б. Одна точка проксимальнее по отношению к телу аксона, другая дистальнее. Мы наносим стимул в точку А. Можем зарегистрировать потенциал действия точки Б. Мы наносим стимул в точке Б. Мы можем зафиксировать стимул в точке А. И если проводится возбуждение от А до Б и от Б до А, сравните их. Проведение возбуждения от Б до А будет более медленным. Время понадобится больше для распространения возбуждения или меньше. То есть, если проводится возбуждение от А до Б и от Б до А, какой путь будет пройден быстрее? От А до Б или от Б до А? Оставьте ответы в комментариях. От А до Б